Всем привет! С вами Вася из Нью-Йорка. Сегодня с вами поговорим на тему, почему я не хочу возвращаться в Россию. Я россиянин, я гражданин России. Я родился и вырос в России, прожил там 32 года. Мои предки родом в основном с Урала, конкретно из Магнитогорска. Кстати, вот я сейчас еду вот по этому маршруту и всю дорогу буду ехать вот по этой красной линии. Выше находится Бруклин, ниже меня океан. Так вот, поехали дальше. Почему я не хочу возвращаться в Россию? В мае будет уже 3 года, как я живу в Нью-Йорке. И я ни дня не жалел о своем решении. Почему я не хочу возвращаться? Да тут все просто. С каждым днем в России становится все хуже и хуже и хуже. Все страшнее и страшнее. И знаете, что меня пугает? Не то, что цены растут, зарплаты падают, а то, что у людей исчезают права, законы ужесточаются. Конституция просто не соблюдается для простых людей. А многие этого даже не видят. Когда я говорю про то, что в России нет прав людей, некоторые мне в комментариях смеются и говорят, ха-ха-ха, каких у тебя прав нет? Водительских. То есть, для некоторых все это максимум. Какие тебе еще права нужны? В магазинах есть макароны и картошка. Все, хватит. Полные пакеты продуктов люди уносят. Действительно. Стоит ли говорить, какие сейчас в России новости или в интернете их почитать? То, что сейчас происходит в России. Я их не хочу вслух называть, потому что боюсь, что забанят просто. И что самое страшное, многие люди среди этого живут и не видят вообще никакой проблемы. Потому что, ну я же никого не трогаю, у меня же ничего не происходит. Я тихо себе, спокойно существую, там на 13-15 тысяч рублей пенсии, никого не трогаю. А то, что лекарство в России подделка, это уже, ну как бы не обсуждается. В государственной аптеке лекарство подделка. Это как бы да, ну да, есть, ну и что, в трудное время живем. Вспомните, войнаш недавно была. В 45-м закончилась, ага. И таких вещей очень много. Медицина, простите меня, просто развалена. Кто-то еще верит в эти сказки, что в России медицина бесплатная, что она самая лучшая? Кто-то еще в эти сказки верит? В каком месте она бесплатная? Каждый работающий человек в России платит налог 5,1%. Фонд обязательного медицинского страхования. Это и есть плата за вашу страховку. Российская медицина не бесплатна, никто бесплатно не лечит. И, к сожалению, россияне живут меньше, чем американцы. И тут, по-моему, по уровню медицины так все видно. Достаточно просто заглянуть в наши больницы. Какие там ремонты, какие там условия. Посмотрите на тендеры, кто мне не верит. Что там происходит. Иногда просто, ну, смотришь и ужасаешься, что происходит с Россией. Стоит ли говорить, что Конституция, она не соблюдается уже давно? Свобода слова, право на митинги, свобода передвижения. Многие-многие конституционные права. Тайна переписи, между прочим, она гарантирована Конституцией. Или сейчас это уже убрали, я не знаю, могли уже убрать. Втихаря. Да, полно статей в интернете, кто мне не верит. Загуглите, какие статьи Конституции Российской Федерации в России не соблюдаются. И вы будете очень сильно удивлены. Права людей... Ну, нет, тоже, простите меня. Здесь элементарный пример. Женевская конвенция о правах человека разрешает свободу передвижения. А что говорят русскому человеку, когда он хочет куда-то переехать, особенно за границу? Предатель Родины. Это до сих пор живо. Сейчас уже появился иной агент. Еще круче придумали. И это даже среди самих людей существует. Вы можете себе представить, чтобы немцу, австралийцу, американцу сказали это? Когда американец решит переехать, например, в Австралию или в Германию. Чтобы ему кто-нибудь сказал, да ты предатель Родины, ты предатель Америки. Здесь наши предки жили, ты обязан здесь жить. Ну и что, что тебе туго и плохо? Вон, в России зато медицина бесплатная. Туда бы поехал. Вот представьте себе, чтобы кто-то такой сказал американцу, ты предатель Родины. Да не дай бог, засудят. Американец это свободный человек. Он не потерпит, чтобы ему такое сказали. А в России это сплошь и рядом. Причем, если в России переехать из одного города в другой, что этому человеку скажут? Понаехали. О, понаехали тут. На юге людей, как называют? Вздыхи или как? Вздохи? То же, что люди везут свои деньги, а их еще и ласковыми словами называют. Тоже простите меня. К сожалению, я сам русский человек. И я жил в этом всем. Я прожил в России 32 года. И мне очень больно обидно наблюдать, что происходит с моей Родиной. Родина от слова родился. Она в принципе есть у всех. Она у всех одна. Это место, где вы родились. У меня конкретно это Магнитогорск. И я даже и не понимаю, что дальше будет с Россией, потому что с каждым днем все хуже и хуже и хуже. Лично мое мнение, что российский народ просто запугивает. Чтобы сидели и не вякали. Чтобы даже не думали о митингах. Чтобы даже не думали о чем-то. Подумали, только цены подросли, слава богу. Зато все живы. Ну, временно, но живы. Или как? Неужели кто-то в России верит, что правительство России заботится о том, чтобы россияне жили дольше? Сокращение финансирования здравоохранения на 2022 год. Сколько там было? 127 или 117 миллиардов рублей. Заодно посмотрите, сколько финансируются различные государственные радиоканалы. Например, Russia Today или ВГТРК. Ну, посмотрите, кому интересно, загуглите. Там десятки миллиардов суммы. И что, кто-то верит, что в России заботятся о людях? Я молчу о том, что в России мрот сколько там? Не 200 долларов, а меньше даже. Простите меня, но это тоже уже смешно. А как можно прожить на 200 долларов? Если кто-то скажет мне, что никто не работает на мрот в России. Работает еще как. Есть зарплата даже меньше мрот в деревнях, например. Если кто-то возмущается, кто говорит, идите отсюда, мы найдем того, кто будет работать за эти деньги. И они найдут того, кто будет работать за эти деньги. Тоже, ну, просто прям шикарно. Простите меня, многие цены на продукты в Нью-Йорке и в Монтогорске одинаковые. А некоторые цены в Монтогорске еще и дороже. Семга в Нью-Йорке – это просто обычный продукт. Обычная еда. Да, она дороже мяса, соленая семга, филе, порезанное. Ну, это просто еда. Креветки – это просто креветки. Свежие ягоды круглый год – это просто еда. Здесь насчет еды вообще не заморачиваются. Потому что, ну, еда – это просто еда. Да, что там такого. Да, у многих, у всех у меня сейчас в холодильнике черника лежит, например. На столе у меня нектарины лежат. Февраль месяц. Дыня порезанная у меня вчера была в холодильнике, я покупал. И это в Нью-Йорке можно позволить себе вообще любой. А если нет денег, вы куда-то, если деньги потратили, можете пойти в футбанк и наберете там еды бесплатно. В Америке развита благотворительность. И в Америке принято помогать другим. И друг другу. Здесь пирамида масла у первого уровня, у людей заполнен. Поэтому люди имеют право быть добрыми. Они уже думают о других вещах. О каких добрых вещах можно думать в России, когда в холодильнике шаром покатить? Из нормальных продуктов что? Куриные яйца и курица? Какой-нибудь там местной птицефабрики и все? И как людям на эти деньги, которые они получают в регионах, жить и выживать? 300, 400, 500 долларов. 300, 400 долларов у людей. Бывают такие зарплаты. Я спрашивал, проводил опрос у себя в комментариях. Сколько вы получаете? Там от 300 до 500 долларов, как правило. Если кто-то мне скажет, что это лентяи, и они не хотят больше зарабатывать, скажите это в глаза медсестре или врачу в больнице. Государственной. Операционной медсестре, реанимационной. Врачу, который спасает жизни. Скажите им это, что они не хотят зарабатывать в России. В Америке эти люди миллионеры. Врачи в Америке миллионеры. Да, здесь здравоохранение дорогое. Но здесь чем беднее человек, тем меньше он платит. Тем больше о нем заботится государство. Чем богаче в Америке человек, тем больше он платит налогов и за медицину. Здесь прогрессивная шкала налогового положения. Здесь совершенно другой мир. Другая система, другая вселенная просто. Да, здесь нет центрального отопления. Но вы знаете, что-то кто-то... Как-то вот люди не замерзли. В Нью-Йорке, например, паровое отопление. И в каждом доме стоит бойлер. Из-за этого батареи просто горячий, кипяток, огонь. Из минусов, конечно, они иногда шумят в старых домах. Это да. Но, блин, простите меня, о каком процветании в России может идти речь, когда у людей элементарно денег нет на одежду. На нормальную одежду. Я сюда в Нью-Йорк, когда я приехал, я привык, что в Магнитогорске джинсы покупаю, они быстро рвутся. Вот махом просто протираются, карманы рвутся. Там уже все в дырках надо выбрасывать и покупать новые. Здесь я их купил почти три года назад. У меня вся одежда выглядит как новая. А по цене эта одежда в Нью-Йорке, которую я покупаю, она еще и дешевле иногда, чем в Магнитогорске. Почему я сравню Нью-Йорк и Магнитогорск? Сравниваю. Потому что я родился и вырос в Магнитогорске, а сейчас я живу в Нью-Йорке. Я сравниваю все своими глазами. Нью-Йорк – это не столица США, Нью-Йорк – это даже не столица штата. Поэтому я, собственно, и сравниваю. Да, корректнее было бы сравнить с Челябинском. Но Челябинск как в Магнитогорск ушел только размерами. И там зарплата чуть-чуть побольше. И то не настолько, чтобы можно было прям говорить небо и земля. О чем еще можно сравнить? Есть медицина, стоматология. Да и здесь есть страховка на зубы, в принципе. Если кто-то скажет, что россияне или другие летают лечиться в Россию, так они летают, потому что им есть кого навещать. Но если полететь в Узбекистан, например, там медицина будет еще дешевле, чем в России. И причем довольно-таки качественная. А знаете, что интересно? Страховка для бедных, которая выдается в Нью-Йорке. Вот я рукой машу. Страховка для бедных в Нью-Йорке работает по всему миру. Потому что вдруг этот бедный человек случайно окажется где-нибудь в Европе, в Испании. Или в Узбекистане даже. И там эта страховка работает. Представляете? Страховка для бедных. Страховка для бедных в Нью-Йорке работает по всему миру. И там вы сможете в Узбекистане себе по этой страховке полечить зубы. Потому что случаи уже были среди знакомых. И что? Тоже вот кто-то еще поверит, что в России летают лечиться, потому что там дешевле? Да туда летают, потому что им есть кого навещать. Ну уж придумали бы, куда полететь. В Мексике вон зубы тоже дешевле стоят. Да уж страховка есть на крайний случай. Бедным страховка это вообще все покрывает. Даже раз в полгода можно сделать коронку металлокерамика. И куда возвращаться в Россию? Зачем возвращаться? К чему? К отсутствию прав. Что я там забыл? Как человек, который любит себя. Я себя люблю. Буду говорить прямо. Это называется здоровый экоизм. Себя нужно любить обязательно. О себе нужно заботиться. Где в России гарантия, что вашего ребенка не собьют? Еще виновным признают. Потому что там окажется какой-нибудь родственник судьи. Где в этом гарантия? Где гарантия в том, что в России не будет никакой медицинской ошибки? Что если вас тьфу-тьфу-тьфу, не дай бог, будут лечить от онкологии? Где гарантия, что вас не будут лечить подделками? А в России могут лечить подделками. И вы ничего не докажете. И врачи в государственной больнице не могут это даже знать. Подделка у них или нет. Да и никто проверять-то даже не будет. Скажет, ну блин, что-то не помогло. Простите. Все, следующего. Это мой 40-густ. Все. С миром. И, блин. Мне некоторые левые закрытые аккаунты, фейковые страницы пишут, что многие возвращаются назад, причем возвращаются назад больше, чем туда улетело. То есть еще и американцев забирают, да? Кому это рассказываете? Я живу в Америке. Я вижу, сколько здесь русских. По данным переписи на 2010 год, в Америке жило 3 миллиона 100 тысяч русских. А русские каждый год приезжают. Если бы давали визы, то как в Советском Союзе в анекдоте было. Что вы будете делать, если откроют границу в Америку или в Европу? Залез на дерево. А зачем залезти на дерево? А чтобы не затоптали. Да если откроют границу, если россиянам разрешают жить в более разных странах, да, простите, но, по-моему, половина ломанется туда. И квартиры побросают, и все на свете. Потому что люди жить хотят. Люди жить хотят нормально, чтобы у них были права. Худо-бедно на макаронах в России можно прожить. И на курицу денег можно заработать. И на мясо даже. Хотя мясо, к сожалению, в России, говорят, сейчас становится деликатесом и покупают только на праздники. Что, сверхдержава, да? Я про Конституцию уже много не говорю, потому что кому надо, конечно, сами загуглите, какие новости, какие статьи Конституции в России нарушаются. Что происходит с нынешним законодательством? Все эти патриоты, в кавычках, России, которые с телевизоров говорят, что Запад надо догнать и перегнать, Запад загнивает. У них у самих, у всех семьи на Западе живут. И что-то тоже как-то особо в Россию не стремятся. Так зачем мне хотеть назад в Россию? К отсутствию прав, к возможности, что меня посадят за что-нибудь придуманное, в России принимают закон, и на основании этого закона могут посадить человека, который семь лет назад сделал пост в какой-нибудь соцсети. Это нормально, нет? Придумают, любой новый закон примут, и любого человека по нему посадят. Даже если этот пост был десятилетней давности. И любой человек под этим ходит. Если у вас есть родственник за границей, и он вам пересылал деньги, вас в России могут признать иноагентом, даже 90-летнюю бабушку, если она перейдет кому-нибудь дорогу. А потом еще на нее заведут уголовное дело, потому что она своим животом налетела на сапог какого-нибудь правоохранительного органа. Простите меня, если я очень груб, но я это говорю как человек, который родился и вырос в России. Я наблюдаю за Россией со стороны, и мне реально очень жутко и страшно. И непонятно, что в России происходит. Продукты питания, которые содержат техническое пальмовое масло в России, это норма. Я в шоке, я в ужасе. Я когда в Америку приехал, я продукты не мог узнать. Я долго пытался вспомнить, что это за вкус у мяса такой знакомый, я не мог понять. А потом я вспомнил. Такой вкус у мяса, у деревенского мяса. Когда я в деревне летом отдыхал, в детстве. Такой же вкус у мяса. И у молочки такой же вкус. И молочка здесь быстро портится. Фрукты и овощи махом портятся. Потому что здесь следят за людьми, следят за питанием. Здесь очень строгий контроль. Здесь за плохое качество засудят. Здесь нет превышения самообороны в Америке. А в России сколько таких примеров и случаев, когда парень защитил свою мать от нападения. И парня посадили на 8 лет. Когда в дом кто-то ворвался. Какой-то неадекват. И мужик защищал дочку. И мужика посадили. И это Россия. Возвращаться туда, к этому. К тому, что люди просто боятся слова сказать. Боятся вякнуть. Существуют какие-то таблицы по рейтингу. Я уже не помню какие. То ли по коррупции. То ли по свободе слова. Короче, Северная Корея обогнала Россию. Уже по некоторым пунктам. А по другим пунктам Россия находится на уровне африканских стран. Беднейших африканских стран. Сколько там процента мирового населения в России живет? 2 или 4 процента. А мировых запасов, простите, 40 процентов. Где это все? А вы знаете, сколько территорий Россия потеряла за последнее время? Крым не считается. Это в разы больше Крыма. Посчитайте, кому интересно. Сколько заключено договоров или договоров. Простите, не знаю как правильно. На бессрочную аренду. Сколько гектар люди потеряли. Россия потеряла. По-моему, там в десятках тысяч гектаров это все измеряется. Если я не ошибаюсь. Кому интересно, тоже загуглите. И что? Вот возвращаться туда? Где нет ни прав людей, ни честного суда. Где полиции нельзя верить. Где на тебя полиция нападет или ОМОНовец. И тебя еще признают виновным. Что ты своим животом пытался его пятку повредить. И туда, где лекарства поддельные, возвращаться туда, где нет никаких вообще прав у людей, туда, где медицина давно развалена, туда, где образование не ценится вообще в мире, российское образование не ценится. Туда, где на работу нормально можно устроиться, только по блату. Туда, где пенсионеры не живут, а выживают. Возвращаться туда, в эту нищету, в бесправие, в беззаконие. В России сбылась сказка Чаполлино. Я не хочу быть этим Чаполлино. С вами был Вася из Нью-Йорка. Извините, если я был груб. Пока.